Всем привет! С вами Павел, вы на канале Будни Автовышкаря. Погнали! Для тех, кто на канале первый раз, напоминаю, это канал для тех, кто пытается хоть как-то сам заработать денег в наше непростое время, а не сидит и не ждет, когда ему дядя или тетя их принесут. А именно, спецтехника, аренда спецтехники и все, что с этим связано. Значит, очень много событий произошло, очень много, к сожалению, не хватает времени успевать обрабатывать видеоматериалы, поэтому, чтобы для вас хронология не нарушалась, я уж от старого потихоньку догоняю новое. Значит, в этом видео посмотрим ремонт рамы газона, как это было, как это прошло, потому что, напомню, мы его ремонт рамы делали вскользь, такой коротенький, за один день. И сейчас в этом видео увидите, как я считаю, в принципе, это должно быть правильно по уму, по заводу. Ну, практически по заводу. Вот. Ну, а дальше немного видео о том, как можно проводить свой досуг, как проводить свободное время. Приятного просмотра! Едем в соседнее село, на дискотеку. Ну, к сожалению, дискотеку, но, да, дорога такая, знаете, заснеженная вся. Сейчас стекла отойдут, пока до трассы доедут. Сразу вспоминается вот эта юность, юность, молодость, проведенная летом здесь в деревне. Это было круто. Деревенские дискотеки, печка в этом клубе, мотоциклы, 5 литров бензина на толпу и там сколько там, человек 10, по-моему, на Урале. Мотоцикли с коляской, все это, естественно, зимой. Ну, это было круто. Это было детство без интернета. Так вот, куда мы едем? Мы едем смотреть, как нам ремонтируют вышку. Сейчас, наверное, многие скажут, да ты заколебал, что с твоей вышкой все не так, почему она все ломается. Слушайте, нет, она не ломается, просто сейчас в январе, пока работы поменьше, хочу сделать все то, что планировал уже давно. Вот, потому что потом опять будет некогда, а работа критическая такая. Вот, что конкретно? Едем в сельхозтехнику, там стоит вышка, ей чинят раму. Кто помнит, пару серий назад, аккуратно, когда у меня день рождения был, в ноябре, мы эту раму чинили. Ну, как чинили? Она треснула, мы поставили бандаж, пластину, на болты присобачили, так и ездили. Ну, задача была сделать за один день и доездить до Нового года. Вот, сейчас доездили, опять начался, потихонечку начинается сезон, начинаются звонки, и, естественно, этот вопрос надо закрывать. Потому что иначе она может треснуть с противоположной стороны. Ну, в общем, пока время есть, надо заняться. Поэтому едем, вчера машину загнали, едем смотреть, что там чинят, как там чинят, по какой технологии, и уже оттуда будет включение. Вот такая картина открывается нашему взору. Кстати, мой узкий, самый узкий ковшик на экскаватор. Тем летом прикупил два дополнительных. Ох, ребята, ребята, то, что я сейчас увидел, конечно, вот так на руках, на коленке, или там в гараже, не сделаешь. То есть, сейчас я маленькую анонс. То есть, вот у ребят есть, как его, листогиб, или как его называть? Ну, поняли, да, металл сгибает. Металл у них свой есть. Короче, контора, ну, тяжело, но дышит. Но пока она дышит, я пытаюсь все такие глобальные косяки по машине исправить. Итак, что мы имеем? То есть, мы помним ремонт, который был. Рама, площадка, ну, грубо говоря, вот рама, вот трещина, пластинка на четыре болта. Скоростной ремонт. Значит, что нас встречает? Нас здесь встречает сразу снятый гидробак. Все снято. Стремянка срезана. И что мы видим здесь? А здесь, значит, картина такая. Вот трещина, которая была. Вот у нас старые болтики, которые были. Значит, что ребята сделали? Ребята взяли лист. Восьмерку. На той гильотине его согнули. И примерно от... И вот здесь отверстие последнее до проложили его сюда. Заложили его. Дальше что будет... Что они будут делать? Они будут, ну, понятно, проваривать, прихватывать здесь. Ставить болты и потом. Но перед этим они еще вот эту тромб будут ставить сюда. Ну, потом это все на болты. Они как бы по идее не нужны, но я не особо сварщик. Но, насколько я понимаю, что должны быть болтовые соединения. Вот, поэтому... Ну, и такие мелочи уже подварят в процессе. Поэтому вот такой ремонт делать как-то на коленке. Ну, да, без выходки ты, конечно, все сделаешь. Если вот нет вариантов, будешь и железо-то гнуть, и туда-сюда. А по времени, по времени, чтобы вы понимали, машину вчера закатили, наверное, часа в три часа дня. К одиннадцати вечера вот такой уже расклад был. Сейчас у ребят обед. Они просто стесняются, когда снимаю. Сейчас они обедают и продолжают дальше. Ну, и, соответственно, в команду ко мне вот-вот. Значит, в феврале придет новый товарищ. Ну, он сварщик с руками. И мы будем вот это все... Вот это все... Мы это все будем поправлять. Мы будем заниматься кабиной, внешкой, потому что, как я это вижу, машина находится на таком пограничном этапе, что она еще не выжата. Да, то есть она технически исправна. Но и до того, чтобы выжать, ее осталось не так и много. Как бы тормоза мы все делали. Здесь же, да, все это мы делали, перебирали. По установке вопросов, тьфу-тьфу, слава богу, нету. Вот. А сама кабина и сама платформа, она, конечно, требует внимания. Я уже говорил, сколько эта машина заработала. За прошлый год чистый мин, за вычетом солярки, за вычетом машиниста зарплаты. Она мне прислала, говорю, принесла здесь, в Старой Руси, примерно там, ну, не помню, 700-800 миллион. Ну, что-то, а, по-моему, миллион даже. Вот. Может, это и не так много сотка в месяц, но, знаете, для Питера, наверное, может, да. Для Москвы, а с учетом, что я нахожусь в регионе, где у меня население здесь 35 тысяч, это, конечно, считается очень круто. Вот. Поэтому такие дела занимаются, ребята, ремонтом. У них тут реорганизация, короче. В общем, пока они здесь, они здесь. Вот. Все. Поехал я дальше по своим делам. Чем закончится, покажу. Надеюсь, обойдется без сюрпризов. Ох, ребята, выдохнул. Выдохнул просто со всей глубины души. А чего вдыхал? Объясню. Потому что машину сдал четверг вечером на такой серьезный ремонт, да, вы видели какой. На понедельник я уже взял работу. Под условие того, что мне машину сделают в пятницу. Ну, потому что в пятницу вечера, потому что в субботу, а в воскресенье они не работают. Вот. А ремонт очень сложный. И не дай бог чего, ты где-то пятое-десятое. А я уже деньги взял за... Работал в понедельник на смену в очень серьезной организации. Там работа на час, но они оплачивают смену. И вот они такие зашли. Работаю с ними в первый раз. Хотел заключить договор. Короче, очень не хотелось подводить. Вот очень-очень-очень. И приезжаю... Ох, на базу стоит родненько на улице. Родненько на улице стоит. А это значит, что все хорошо. Вот собрал мне Володя, красавчик, всю эту историю назад. А вон там варена эта косынка, затянутая стремянка. То, что под низом. Ну, вы и так все видели. Там я уже рассказывал. Поэтому все по плану. Все хорошо. Все отлично. Все отлично. Сейчас для спокойствия запустим дрыжку. Так, кнопка подмерзла. Для спокойствия запустим дрыжку. Двинем стрелой, чтобы убедиться, что работает вся гидравлика. И... Ох, какой порядок у меня здесь. Шикарно. И я думаю, все будет отлично. Оп, включили массу. Воздух еще присутствует. Так, свечи накала. Сегодня не жарко. Индикация не показывает, что они включаются. Но проседает электричество. А значит, все хорошо. Короче, внешка, внешка, внешка. Осталось только внешка. Так, ладненько. Запуск. На улице сегодня около минус 7. Поэтому не так бодро, как хотелось бы. Ладно, сейчас немножко пусть погреется. И... Ну, гидравлику то можно сразу лоткнуть. Пусть погреется. И уже потом затестим стрелу. А еще у меня такой ништячок подвалил. Ну вот он. Как сказать, подвалил. Он здесь был, а то я подвалил. В общем, предприятие банкротится. И... Не знаю, что банкротится. Меняется собственник. Ну ладно, не суть. И здесь раньше сидел охранник, который все вот это охранял. Ну, знаете, дедушка, собачка там ходит тут иногда. Вечерочком выйдет, кружочек навернет. У него вот такая шикарная будочка. И я попросил. Говорю, слушайте, все равно никому не нужна. Только пустую. Что-то я хоть иногда топить буду. Отдали нам. Ну, солярку здесь хранить неправильно. Но это временное решение. Вот. А так, значит, чего, чего, чего. Вот. Такой. Ну, ребятам чисто переодеться там, да. Будет потеплее. Понятно, что сейчас пока зима, пока ты эту печку затопишь. Хотя уже проверяли. Очень классно, очень быстро нагревается. Но пока зима, никому это особо не надо. А так, летом. Между ремонтами, между заказами. Милое дело. Я еще с Питера привезу будку, которая у меня белая. Вот этот кунг. Поставлю ее куда-нибудь сюда. Ну, знаете, чтобы она, как это сказать. Чтобы здесь бароход такой не хвалить. И все. Ну, все. Съездил, проверил, посмотрел. Я уж там не стал снимать. Все нормально. Все выдвигается. Гидравлика нигде не течет. Есть текущие моменты, которые надо устранять дальше. Где-то воздух сечет. Где-то еще чего-то. Конечно, внешка. Вот. А так, в принципе, в принципе, вот сейчас так складывается эта ситуация, да, пока Володя у меня, ну, это водитель, который в Питере поправляет здоровье. Вот. Машина у меня там не ездить. Ну, в принципе, она на продаже стоит. Вот отдельная история. Как бы она будет одновременно и продаваться, и спокойно дальше кататься, денежку мне нести. По экскаватору, как бы, ажиотажа нету, потому что тот сезон у меня толком не работал. Люди обо мне еще просто не знают. Хотя, если вбить экскаватор в Старой Руси, первые две страницы Яндекса мои. Ну, и Гугла тоже. То есть, ну, это надо терпеливо, просто терпеливо, без суеты нарабатывать сарафан. У меня есть один знакомый в Питере. У него автокраны. Ну, понятно, это армянская тема. Вот. И что-то там история как получилась. Позвонил заказчик, постоянник мой по манипуляторам нужен кран. Говорю, давай, хорошо. Все, звонил Саркис, давай кран. Он все, давай, тебе кран дам. А потом что-то данные не присылает. Нужны были данные, погрузки, разгрузки. Ну, куда, крану, короче, ехать. Я заказчика тебе люблю. Давай-ка это самое данные присылаю. Он говорит, ща, ща успеем. И звонит мне Саркис. Говорит, Павел, если сейчас данных не будет, я вообще не поеду. Ну, как бы, я говорю, а куда ты, ну, что ты суетишься? Сейчас же не сезон. Он говорит, да у тебя, может, не сезон. Причем, цена у него, забегая наперед, весьма средняя, рыночная, не низ. Говорит, это у тебя, может, там какой-то не сезон. Но у меня, как бы, чеки-чеки, я говорю, а давно ты занимаешься этим всем делом? Говорит, ну, лет, наверное, 12-15. Вот и все. Поэтому реклама-реклама, конечно, она нужна, особенно в больших городах. Ну, там и инструменты рекламные посерьезнее. Там уже и таргетированная реклама, и SEO-реклама. Ну, вот эти, да, все слова контрольные. А здесь вывозят элементарно Авито, элементарно Яндекс. Но самое лучшее, это, конечно, сарафан, и сарафан хороший. Вот, потому что плохим сарафаном можно все использовать весьма быстро. А так вот так. Ладно, чего? Выходные вроде начинают, похоже, быть на выходные. На сегодня план, как я уже говорил, провести время с семьей, сейчас беру жену, детей, собаку, ну, живая собака, мотособаку, и спокойно едем кататься на горке. Ну, а завтра всей семьей, там с родителями, еще с моими, едем на рыбалку. Ну, как-то так, потому что что-то, знаете, для меня последние два года, три, наверное, фух, и нету. Вот просто нету, да, я вот эти часы календаря, часы, говорю, цифры календаря бегут, бегут, бегут. Я только вижу, дети становятся взрослее. Может, это ко мне уже приходит, ну, не старческое, как это сказать, понимание вещей, а какое-то, ну, не знаю, сами придумайте. Вообще, отпишитесь в комментариях, кто как считает, да, что, что, не то, что важнее, как, кто вот это делит, да, кто как делит время с семьей, кто сколько времени уделяет работе, как вы это разделяете, дни, часы, выходные. Мне очень интересно, да, кто как выходит из этого положения. Вот. Ладно, едем дальше. Ну, вот такой вот ремонт получился в автовышке. Я доволен. Машина стала устойчивой, ее, вот, ну, все уже не валяет, не болтает, поэтому я считаю, ремонт прошел нормально и хватит это уже, ну, надолго. Ну, что, а тут так сложилась ситуация, что впервые за два года я оказался на зимней рыбалке, когда-то, когда времени было больше, мне это мероприятие очень нравилось, но потом как-то вот эти все хлопоты, вся эта суета привели к тому, что очень давно не ездил, а тут решил съездить. Как, что было, сейчас немножко материальчиков прикреплю, вот, и уже посмотрите, ну, может, кто-то вообще зимнюю рыбалку не видел, как, в принципе, это выглядит. Вот, приятного просмотра. В общем, сейчас схема какая, ловим живца, да, Ира? Ира, ловим живца, мы его наловили уже. Вот такой, вот такой вот ведерочко. И потом, с этим живцом сейчас падаем в собаку, едем на другой конец озера, этого живца уже цеплят на жерлице. Вот, такой вот план, ловим всем семейством. Дочка, жена, сын, бабушка, дедушка. Вот, народу немного, место красивое, так что не хвастанье, чешуи. В общем, это краткая инструкция, но дополнение, кто, мало ли, не зимний рыбак. Вот, мы набрали этих самых живца, я остался с женщинами, помогая там им, опарышев туда-сюда, опарышей, червячков одевать, вот, а отец с сыном, они наставили жерлиться. Ну, я думаю, 99% знает, что это такое, но мало ли, кто не знает, я на всякий случай сниму. Вот, значит, туда, там рыбка, живая плавает, это над лункой, и как только ее съедает щука, делается отцарап, вот, эта штучка упрямляется, флажок поднимается вверх, и сразу надо бежать, подсекать. Ну, вот, соответственно, мы наставили жерлиц там, ребята на снегоходе, там, ребята тоже, короче, тут все в жерлицах. Ну, как-то вот так. Ладно, поехал я опарышей менять. Тем временем дело идет к завершению логическому. Жерлица установлена, но пока результат ближе к нулю. Вот, но ничего, мы не отчаиваемся, да и у всех не особо. Прекрасно видно. Нет, там уже кило, конечно, что-то, но не так много. Ну, ладно, мы пока еще сидим, пока еще по месту. До берега еще доехать успеем. Этому участку полк. Жерлиц много, а толку пока немного. Ну, ладно, у нас цель не рыба, у нас цель отдохнуть. Как-то так. Тем временем наше мероприятие подходит к концу. Отец с сыном пошли. Ну, дедушка с внуком, короче, пошли собирать. Эти жерлицы, ни одного хвоста мы так крупнокалиберного не увидели. Но задача, задача основная была отдохнуть и провести, в конце концов, время с семьей. Вот, и эта задача выполнена на сто процентов. Даже моя шестилетняя дочка впервые в жизни там поймала сама рыбку в восторгу полной штаны. Почему не одну рыбку, а много? Ну, мелочь такая, знаете, там карандаши совсем мальки наварила. Всем понравилось, сосисок нажарили. В общем, так, по-простому, но время провели. А хвост есть или нету, я думаю, это уже дело такое. Вот, поэтому, в принципе, серия можно заканчивать. Отпишитесь вы, как вы проводите свое время, как вы проводите выходные. Есть ли среди вас рыбаки, охотники или там еще какое-то развлечение. Вот, я думаю, интересно будет посмотреть, потому что плюс-минус занимаемся одним и тем же. Все, кто как развлекается, кто как отдыхает. Все, всем спасибо за просмотр. Ставим лайкосик, кому понравилось. Всем спасибо, всем пока. Ну, вот так мы половили рыбку, как говорится. Главное не победа, главное участие. А справедливости ради скажу, что неделю назад, опять же, был на рыбалке. Но уже с результатом. Уже и окунь, и плотва, и то, и все. Поэтому, как бы, ну, надо тренироваться. Чтобы ловить, надо ловить. Вот, в принципе, по этой серии, я думаю, хватит. Сейчас проброшу коротенький спойлер, что будет в следующей серии. А в следующей серии наша любимая автовышка делает дальше контент. А именно, после вот этого шикарного ремонта, когда все было хорошо, подхожу к машине, запускаю двигатель, он запускается, все хорошо. Но только делает звук. Тук-тук-тук-тук-тук. И это именно из мотора. Чем закончилось вам прямо в этом, вы увидите уже в следующей серии. Для тех, кто не подписан, обязательно подписывайтесь. Смотрю статистику, даже нашел такие кнопки. 77% человек смотрит, не подписавшись. Поэтому, кому интересно, кому не тяжело, подписываемся, ставим лайк. Ну и отпишитесь, как уже говорю, как вы проводите время зимой свободное. Кто на рыбалку, кто на охоту, кто как отдыхает, кто как развлекается. Потому что зима уже скоро заканчивается, скоро осень, ой, весна, потом лето. И, собственно говоря, снега будем ждать теперь долго. Все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok